Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Ангелина Хабибулина. Смотрите сегодня в выпуске. Сильный духом, молодой душой. Альметьевская ветеранская организация отметила 40-летие. Она активный член республиканской организации и часто выступает на площадках. Вы забыли заплатить? Тогда мы идем к вам. Судебные приставы навестили должников по алиментам. Мы узнаем, он оплачивает или нет. Оставили повестку, чтобы он к нам явился. К юбилею великого композитора. Программу Рахмани Новгала привезли в Альметьевск Денис Мацуев и Александр Сладковский. Публика для меня везде одинаковая и одна родная. Прием граждан в Альметьевске провела министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова. Альметьевцы обращались с вопросами, которые касались родоустройства и социального обеспечения. Подробности смотрите в следующем сюжете. Альбина Абакумова временно безработная. На прием она пришла, потому что хочет открыть собственное дело. А для этого нужны деньги. Она рассчитывает на финансовую помощь Центра занятости населения. Раньше на открытие собственного дела выделялась определенная сумма. Сейчас вот 117 600 рублей. Только вот это вот, да, получается, программа? Да, да, только вот этого собственного дела. Зульфия Толибулина – социальный работник. Она проживает вместе со своей мамой и в семье единственная, кто приносит доход. И вот уже год, как она приютила одинокую бабушку. На прием женщина обратилась с просьбой заключить договор с еще одним пожилым человеком. Смотри, вы на зря. Я ее взяла. Просто хотела, чтобы ее, к ней еще был какой-то, ну, чтобы ей не было скучно, хотела еще взять одну бабушку, да, приемность. У меня была и раньше мечта взять, когда я даже не работала с соцработником. Моя мечта осуществилась. Мне нравится ухаживать за бабушками, потому что я сама с соцработником работаю. Однако оказалось, что сделать это не так просто. Ведь для полного обеспечения опекаемого нужно иметь определенный уровень заработной платы. Но это еще не все требования. Прежде всего, это требования по жилой площади и требования по материальному обеспечению по доходу. Норма жилой площади должна соответствовать учетной норме жилой площади. А доход, среднедушевой доход, может быть ниже прожиточного минимума. Аниса Гореева – ветеран труда. Ее интересует, планируется ли в республике принятие закона о детях войны. Женщине объяснили, что этот вопрос рассматривается на федеральном уровне. Всем, обратившимся на прием, были даны подробные разъяснения и предложены варианты решения их проблем. Совет ветеранов Альметьевского муниципального района в этом году отмечает 40-летний юбилей. По этому поводу прошло торжественное мероприятие с участием почетных гостей – представителей Министерства труда, занятости социальной защиты Татарстана, общественных организаций республики и города. Там же побывала и наша съемочная группа. Альметьевский совет ветеранов – одна из самых активных и деятельных общественных ветеранских организаций республики. Он ведет свою работу при поддержке компании «Татнефть» и исполкома района. Совет ветеранов старается, чтобы жизнь пожилых людей была не только комфортной в бытовом плане, но и интересной. Это отметил в своем приветственном слове и председатель Госсовета республики Фарид Мухамедшин. Альметьевская организация ветеранов – она активный член республиканской организации и часто выступает на площадках не только родного города, но и республики, Казани, и выходит победителем. Здесь живет творческие ветераны, здесь люди живут активной жизненной позицией, крепкие духом. Люди – это наше национальное богатство. Фарид Мухамедшин вручил активистам ветеранской организации благодарственные письма за многолетнюю плодотворную работу. В свою очередь председатель Совета ветеранов Альметьевска Василий Самойлов вручил нагрудный знак за заслуги в ветеранском движении председателю Госсовета республики Фариду Мухамедшину и советнику президента Татарстана Шафагату Тахудинову. Глава района Айрат Хайрулин отметил значимую роль ветеранской организации в жизни города и района. Большинство ветеранов труда и пенсионеров – достойные люди, добросовестные труженики, с которых молодому поколению следует брать пример. Мы черпаем от вас ту энергию любви к жизни. Не всегда мы это понимаем, когда мы трудимся. И, наверное, когда человек находится на заслуженном отдыхе, самые искренние люди – это люди пожилого возраста. И это правда, и это закон жизни. Поэтому я вам благодарен за нашу совместную работу, я благодарен за поддержку деятельности. Председатель Совета ветеранов Василий Самойлов рассказал об этапах становления и развития ветеранского движения в Альметьевске, о сегодняшней работе ветеранской организации. Отдельно остановился на вовлечении пожилых людей в занятия физкультурой и спортом. Для человека, вышедшего на пенсию, самое главное – сохранить и потерять свое здоровье. На сегодняшний день наши пенсионеры, занимающиеся физкультурой и спортом, имеют возможность бесплатно посещать все спортивные объекты города и района. При Совете ветеранов работают все физкультурно-оздоровительные клубы. Это и прокат велосипедов, ходьба со скандинавтскими палками, занятия в тренажерных залах. Поздравил ветеранскую организацию с юбилеем и министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова. Председатель региональной общественной организации ветеранов республики Хабир Иштиряков подчеркнул, что Альметьевск лидирует в вопросах организации ветеранского движения и подает настоящий пример заботы о людях старшего поколения. Альметьевская ветеранская организация является самой боеспособной, самой мощной, самой такой эффективно работающей организацией. Хотя у нас нет слабых организаций в республике, все они хорошо работают, но вы, ветераны, являетесь особыми. Украсили праздник и сделали его еще более интересным и ярким самодеятельные коллективы города и района. В тот же день председатель Госсовета республики Фарид Мухаммедшин побывал в поселке Молодежный, где был открыт после капремонта сельский дом культуры, а также посетил школу номер 7, в которой когда-то учился. Там он провел парламентский час. Здесь он познакомился со спортивными, культурными и научными успехами школы. К слову, школа номер 7 является для Фарида Хайруловича родной. Здесь он учился и окончил ее в 1961 году. Затем для учеников был проведен парламентский урок. Председатель Госсовета рассказал ребятам о работе парламента, законах и их роли в жизни человека, деятельности депутатов и органов местного самоуправления. В конце лекции ученики смогли задать интересующие вопросы. Наша молодежь, активная молодежь, как правило активная в большинстве своем, могла бы через эти свои пополненные знания уже представлять себя в этом обществе, повышать их и гражданскую активность, готовить большую послешкольную жизнь в этом обществе. И принцип, который нас в 7 школе учили, что незнание законов не освобождает от ответственности, эта тема актуальна всегда. Парламентские уроки пройдут во всех школах республики с 15 по 20 октября. Парламентский урок – совместный проект Госсовета Татарстана, Министерства образования и науки, Института развития образования. В этом году он пройдет уже в 11 раз. Тема нынешнего года – парламент, общество и я. Учителя вместе с депутатами Госсовета, Госдумы от Татарстана, депутатами муниципальных образований расскажут школьникам, насколько значительную роль в нашей жизни играет закон. Это еще не все новости. Смотрите во второй части нашей программы. Вы забыли заплатить? Тогда мы идем к вам. Девные приставы навестили должников по алиментам. К юбилею великого композитора. Программу Рахмани Новгала привезли в Альметьевск Денис Мацуев и Александр Сладковский. В Альметьевске проживает более 500 должников по алиментам. Последствия нарушения закона всегда оказываются печальными, вплоть до уголовного наказания. Еженедельно должников навещают сотрудники службы судебных приставов. На этот раз в рейд вместе с ними отправилась и наша съемочная группа. Здравствуйте. Судебный пристав. Вы рулены на метро. Да, пожалуйста. В Альметьевске более полутысячи должников по алиментам. Из них 87 – злостные неплательщики. Под злостными понимаются те, кто не просто пропускает платежи, а не платит вовсе. Далги таких лиц достигают более 500 тысяч рублей. Однако случаются и спорные ситуации. Нет, у него все зарплаты высчитывает. По 50 процентов еще. Вот наглядный пример. Мать одного из должников говорит, что все алименты выплачены. Да и он сам по телефону утверждает, что никаких долгов нет. Но у службы судебных приставов другая информация. Впрочем, и в этом случае ситуация разрешима. Мы узнаем, он оплачивает или нет. Оставили повестку, чтобы он к нам явился. Будет он запрашивать справку с места работы. Мы будем же смотреть, оплачивает алименты или нет. В Альметьевском районе проживает 503 должника по алиментам. В отношении некоторых из них применяются серьезные меры. Административный арест до 10 суток. Исправительные работы, арест счетов и имущества. Ограничение водительских прав. 91 должник привлечен к административной ответственности. В отношении 22 возбуждены уголовные дела. Судебные приставы отмечают, что работа приносит результаты. И число должников снижается. Но есть и убежденные алиментщики, которым не страшны никакие наказания. Конечно, кто-то начинает оплачивать, кто-то устраивается на работу. Но есть, которые вообще ни разу не оплачивали и не будут оплачивать алименты. Но закон есть закон. Его надо исполнять. Судебные приставы уверяют, что и к таким несговорчивым гражданам будут применены самые суровые меры воздействия. Татьяна Леонтьева, Булат Загидолин, Альметьевск ТВ. Акция по безопасности дорожного движения «Засветись» прошла на одном из пешеходных переходов города. Ее организовали сотрудники ГИБДД совместно с представителями территориального управления и безопасность дорожного движения из полкома района. С пешеходами беседовали о необходимости наличия световозвращающих элементов в темное время суток. Раздавали детям и взрослым фликеры и памятки. Акция направлена на предупреждение аварийности и на популяризацию использования световозвращающих элементов. Так как большинство ДТП с участием пешеходов происходит в темное время суток. В Альметьевск снова приехали звезды. На сцене Дворца культуры Невча выступил пианист-виртуоз. Народный артист России Денис Мацуев в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Народного артиста России Александра Сладковского. Концерт выдающихся исполнителей состоялся при поддержке компании «Татнефть». В программе произведения Сергей Рахманин, в юбилею которого посвящен концерт. О волшебстве классической музыки и сюрпризах в материале нашего корреспондента. Рахманинов Гала – так назвали свой концерт два виртуоза – пианист Денис Мацуев и дирижер Александр Сладковский. Произведения Рахманинова и стали основой программы. Два из них хорошо знакомы слушателям – «Утес» и второй концерт для фортепиано с оркестром. Эти композиции звучат во многих залах по всему миру, и некоторые оркестры делают их своими визит. Начали с «Утеса». Классик писал свое произведение под впечатлением от одноименного стихотворения Лермонтова. Перед антрактом оркестр исполнил рапсодию на тему Паганини. Примечательна эта композиция тем, что еще в далеком 1934 году Сергей Рахманинов, взяв за основу каприз для скрипки, обогатил ее симфоническим звучанием. В результате получилось нечто, что объединяет старую и новую музыкальные школы. Как классическую тональность филармонического оркестра, так и некую джазовость. Среди зрителей присутствуют и будущие музыканты-виртуозы. Это студенты Альметьевского музыкального колледжа по классу фортепиано. Для них концерт не только повод насладиться творчеством кумира, но и отличный мастер-класс. Я первый раз вижу Дениса Мацуева вживую. Для меня это вообще что-то невероятное. И вот эта мощь оркестра, они играют как единое. Я наоборот, я уже не первый раз на его концерте. Я стараюсь быть в альметьевске и не в альметьевске. И, ну да, восхитительно, как обычно. Сижу и просто наслаждаюсь. Это действительно, как и динам. А один из давних поклонников творчества Дениса Мацуева сложил небольшое стихотворение в честь любимого исполнителя. Наш диалог всегда открыт и по душам. Своими чувствами мы не торгуем. Все флаги в гости будут к нам. Сегодня к нам приехал сам Денис Мацуев. После небольшого перерыва настала очередь для концерта номер два для фортепиано с оркестром, от которого зрителю-слушателю предстояло получить максимум эмоций вместе с исполнителями пропустить эту музыку через себя. И как результат овации стоя. Но не дожидаясь, пока зрительный зал успокоится, оркестр снова начинает играть. Композиция «Сюрприз» с Танта Мерлана. Отрывок из оперы «Легенда о граде Ельце» произвел фурор. Оркестр играл все быстрее и ритмичнее. Потом подключилось и фортепиано. Ушедший было со сцены Денис Мацуев ворвался на сцену и поддержал феерию. Это был финал концерта. Многочисленные крики «Браво!» не оставляют сомнений. Концерт зрителю пришелся по вкусу. Исполнители тоже остались довольны. Не существует для меня понятие периферии, столицы. Публика для меня везде одинаковая и одна родная. Вне публика не имеет национальности. Где бы я ни играл, я всегда выкладываюсь на 100%. И насколько она твоя, зависит от тебя. Для меня не важно, кто сидит за ним. Денис Мацуев и оркестр Александра Сладковского не впервые выступают в тандеме. По словам артистов, сыграться двум ярким индивидуальностям помогает юмор. Все репетиции сопровождаются шутками и смехом. Смеемся на репетиции без остановки. Вы не договаривались, это все импровизация. Серьезно, серьезно. Мы не шутим, нет, правда. Тимур Туманов, Алия Байромалова, Альметьевск ТВ. На состязание приехали 272 спортсмена из 17 городов России. Приближается самый добрый и нежный праздник – День матери. По этому поводу телекомпания Альметьевск ТВ объявляет конкурс селфи с мамой. Просто сделайте селфи со своей мамой, заполните заявку и отправьте нам на электронную почту. Фотографии будут размещены на официальном сайте телекомпании Альметьевск ТВ для голосования. По результатам голосования мы определим победителей и призеров, занявших второе и третье места. Автор селфи, набравшего больше всего голосов, получит возможность пригласить свою маму на праздничный ужин в ресторан. Призерам мы также вручим подарки от партнеров конкурса. Работа и заявки принимаются с 17 октября по 7 ноября 2018 года. Голосование продлится с 7 по 21 ноября. Форму документов для оформления заявки вы найдете в нашей группе ВКонтакте. А сейчас информация от синоптиков. 18 октября в Альметьевске будет ясно. Температура воздуха ночью 0 градусов, днем плюс 9. Атмосферное давление 756 миллиметров дистутного столба. На сегодня у нас все. Еще больше новостей о жизни города, района и республики вы найдете на нашем сайте. А прямо сейчас смотрите передачу «Городская среда» с Еленой Морданшиной. Я же прощаюсь с вами. До встречи в эфире.